МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працует Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Первые годы життя самые важные. В Жлобине сегодня открыли центр раннего вмешательства. Как не перетворить новогоднюю ночь утрагедию, супрацовники МНС дали рекомендации по выкорыстанию пиротехники. Зима не спешается. Температура поветра до конца тыня будет высшей за климатичную норму. А зараз об этом и иншим больше подробятно. В Жлобине сегодня врачисты открыли центр раннего вмешательства. Он стал третьим в регионе, до этого два працовали у Гомеля и Мазыры. Новая установа будет обслуговать каля 300 детей из Жлобинского и Иргачевского районов. Дмитрий Котов с подробностями. Центр раннего вмешательства разместился на третьем поверхе детской поликлиники. Значную допомогу у его створения оказал фонд ЮНИСЕФ. Была набита мебель для оснащения кабинета, реабилитационной обсталявания, гульнявые сродки. Будавнейшие работы життявлялись властными силами медицинской установы. У вогули на створение центра выдатковано 200 тысяч рублей. Это сродки районного бюджета и газеты «Новый день». Периодичное выдание со своего прибытка в минулом году и селита накировало 80 тысяч рублей. У наступным обязаются допомогать с ремонтом на другом поверхе детской поликлиники. Выники суместной работы по куль приносят только приемные уражения. Очень довольна, очень рада, что меня поддержали люди. Ну, во-первых, инициатива, наверное, такая благородная миссия. Взялись-то за благородную миссию, которую нельзя просто не поддержать. И наши подписчики, мы сегодня удерживаем самый высокий тираж среди районок области. И рекламодатели. И когда разговариваешь, ну, если вы поучаствуете в этом, то тогда вы поможете детям. 5% от нашей выручки, от подписки, от рекламы мы ежегодно направляем на ремонт этого учреждения. Работа центра на Кированово-Пиршу и Шаргу на оказание шмат профильной допомоги детям до трех годов. Тут працуют неуролог, психолог, дефектолог и инструктор-методист. Специалисты будут выявлять проблемы со здоровьем на ранней стадии, как минимизовать альбо увогу ли выключить их наступство у будущего. Одной из перших у центра развернулась Евгения Горовцова, разом с Дашкой Василисой. Жихарка Жлобина стверждает, такой установы городу не хапало, и она обезково будет корыстаться популярностью. Нам очень приятно, что у нас в городе открылся такой развивающий центр для деток. Мы будем сюда приходить, потому что здесь развивается моторика у детей и двигательная активность. Поэтому для ребенка это очень полезно. Центр раннего вмешательства обслуговывает Жихаров Жлобинского района и соседнего Рогачевского. У базе даденных зараз коля 300 детей. И она будет оперативно обновляться. У центр трапляют, коли у медиков с поликлиники возникают сомнения на конздоровье их маленьких пациентов. Это тыжится порушение взроку и слыху, захворывание эндокринной и нервовой системы. У центра окажут комплексную допомогу. На прием отводится коллега Дины. И что важно, подкожное дитя будет створаться индивидуальная программа после консультации с батьками. Это участие и специалиста-дефектолога, и в том числе психолога. Ведь детки, которые имеют психофизические особенности, у них в дальнейшем возникают трудности социальной адаптации в том числе. И в этом отношении иногда не только сами детки нуждаются в помощи, но и их родители. И это и есть задача центра. Все специалисты, которые будут работать в Жлобинской установе, прошли стажировку в областном ресурсном центре раннего вмешательства. Заплановано так само повышение квалификации на базе 19-й детишей поликлиники в Минске. Добрая материальная база и профессийные кадры можно быть выполнены, что медицинская допомога в новом центре будет оказываться на высоком узровне. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобина. До Нового года рыхтуются усе. Крамы пропонуют новые коллекции святочных упрогоживаний, цырульни, прически и укладки, а рестораны – специальное меню. Наши корреспонденты ознайомились с пропоновыми и махчимостями объекта гандлю и бытового обслугования. Бадай першая прикмета на доходящего Нового года – массовый гандль елышными цацками. У «Гомеля» их можно набыть навыд у харчовых крамах. Выбор на любой густ и кошт. От пластмассовых по 70 копеек за шар до эксклюзивных, амаль по 8 рублев. Опошняя дарыча – белорусской вытворчасти. Работа ручная, а тому от нольковых цацок нема. Тенденция этого года так само продаж елышных упрогоживаний, зробленных по эскизах 50-60-х годов минулого ста годзя. Непосредственно перед Новым годом большая скрам пропануя скидки. Але до этого часу цацки, которые используются повышенным опытом, могут уже не застаться. Часто они набываются обмежованными партиями. Выезжаем на выставки в Российскую Федерацию, смотрим, оцениваем ситуацию, смотрим по ценовому сегменту, чтобы нашему покупателю это все было доступно, достойно. Специальные пропановы до Нового года рыхтуются установы бытового обслугования. Цыруль не проводят попередний запись на святочные укладки и прычоски. А проча того, часто тут же можно отримать такие додатковые послуги, як массаж, фитосауна у кедровой бочцы и маникюр. З уликом прычоски в бюджетном варианте весь комплекс будет каштовать до 200 рублей. Даже что пишется, прычоски, то для соправданных мастеров обмежевания по складанности не существует. Мы следим за тенденциями моды. Каждый год мы собираем наших мастеров на все обучающие семинары. И на этих обучающих семинарах мы преподаем именно направление моды на следующий год. На все торжественные мероприятия, то есть различные укладки, прически. То есть это все наши мастера обучаются, все наши мастера следят за тенденциями, потому что без этого, конечно, в современном мире никак. В рамках республиканской профилактичной акции «Беспечный Новый год» супрацовники Гомельского областного управления МНС на практице продемонстрировали, до чего может привести гребывание правилами техники безопасности при выкористании петард. Убаченное не покинуло равнодушным ни одного журналиста, который принимал удел в эксперименте. Не стал выключением и наш корреспондент. Олег Сентюров. В уголе выкористание петард в Беларуси порушением закону не заявляется, а ли только в той выпадку, когда отбывается оно в ответственности с потребованиями техники безопасности и не уявляет погрозы для здоровья людей. Непосредственно у Гомеля реализации петард на протягу года официально занимается клядь четырех предпринимательников. На передании свято их копить может повеличиваться амалют двоя. Порушать потребования, которые предъявляются до реализации пиротехники, они, конечно, не рискуют. Страфы, как и в выпадку, ведь мы высокие, а тому товар тут за сюда сертификованный. Вся продукция у нас закупается только на законных основаниях, вся по накладным, сертификаты качества, лабораторные испытания. Обязательно мы проводим инструктаж с каждым клиентом. Разом с тем, навсегда официально набитые петарды могут выявлять погрозу для здоровья. Термичные опеки вачей, рваные раны твара и рук, закрытые черепно-мозговые травмы. При корыстании пиротехникой строгое выканание инструкции, обовязковые умовы. Необходимо жестко закрепить конструкцию пиротехнического изделия и в соответствии с инструкцией уже пробовать приводить в действие. Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае в течение 20 минут к нему не подходить и повторно, категорически запрещено поджигать это изделие. До чего можно привести неправильное выкористание петард. Супрацовники областного управления Министерства по незначительным ситуациям демонстрировать на манекене, якому журналисту дали мянушку Кеша. Сгодно с программой эксперименту пешая петарда находится у Кеши, у Руцы. Вельмой твердая пластмасса, за якой изрубненный манекен, выбух у петарды не вытремливая. Пальцы Кеша отлетают на отлеглость до 15 метров. Прикладно, такий выник будет при выкористании петарды реальным человеком. Ясчайный эксперимент. Петарды взрываются в капюшоне куртки, у якой опранутый манекен. У баченая так само ураживая, одень не горит, а на спине рана, якая для живого человека може означать тяжкую травму позвоночника. До речи, сегодня-то при выкористании пиротехники у Беларуси потерпели уже 34 человеки, 11 зеких дети. У вынику эксперимента манекен Кеша заставший без рук, частково без волос и звеньми великой раны в спине. У реальном жите человек с такими травмами будет, как минимум, инвалидом. Александр Тюров, Валерий Габанько, телерадокомпания «Гомель». Державная лесная охова традиционно пяродзена, узмостенный режим працы на пярододни новогодних святов. Нагадаем, карается не только самовольная высешка новогодних древ, а и перевозка и без дозволенших документов. На дорогах краины выставят каля 300 постов. Так само в лесном фонде активно применяются камеры фото и видеофиксации. И варто нагадать, что незаконно сеченное новогоднее древо обойдется значительно дорожее, чем набитые на кермаши. Штрафы вельми высокие от 5 до 50 базовых величин. Для индивидуальных предпринимательников и юридичных особ законом предугледжено больше строгое покарание. Кадры решают все. На базе Мазирского района прошел областный день резервиста. Назва семинара практикума «Карьерные ориентации молодых. Проблемы и перспективы». За ходом с встречи сошили наши мазирские коллеги. Кадровый резерв кузня будущих керавников. Минавито им треба будзе працаваць, кераваць, развіваць краину удалейшим. Областный семинар практикум проходил на некальких пляцоках. Пять студентов Мазирского педагогічного университета залейшены у кадровый резерв як районного, так и областного узровню. А кроме презентации потенциала высшейшей навучальной установы тут прайшли практичные тренинговые занятки. Лидерство, инициативность самоудосконалення и имкнення до новых ведов. Минавито такие потребования продъявляються до тех, кто включен у перспективный кадровый резерв. Для кого проходят мероприятия? В первую очередь проходят мероприятия для тех лиц, которые состоят перспективным кадровым резерву. На сегодняшний день это порядка 70 человек. Из них 50% это женская половина и 50% это мужская половина. Так, на паритетных основах получилось формирование данной группы резерва. Для того, чтобы все-таки резерв был как бы действенный, реально понимали те лиц, которые ставят резервы в свое назначение. Помимо того, что они занимаются теоретическими основами через свое самообразование, они посещают заседание Гомельского областного полкома, заседание сессии областного совета. И один из аспектов это практическая направленность выездной регионы, где проходят встречи с руководителями, которые достигли определенных успехов в своей карьере. У рамках проведения областного дня резервиста у дельники семинара наведали Саухас Камбинат Зара. Протпрыемство Брэнд района. С 1996 по 2010 яго узначалева Владимир Дворник, який зараз займае посаду намесника премьер-министра Республики Беларусь. Сегодняшний кераунник Олег Сленько мае одну запись у працонной книжцы. У Зару прышоу зоотехникам, у 2010 узначалев предпрыемство. У тебя перешний час он один сенатору Совета Республики. Усё гэта наглядные приклады годной реализации кадровой политики. Ясше один объект у рамках областного дня резервиста Мазырский филиал Гомельского державного училища Олимпийского резерву. Назва говорить сама за себе. Тут рыхтують будущих чемпионов национальный спортивный резерв. Виктория Синицкая, Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал Мазыр специально для телерадиокампании Гомель. У картинной галереи Гаврила Вашенке экспонуется выстава, присвеченная приемным клопотом по упрыгоживанию дома до новогодних святов. У приватности тут представили коллекцию елочных цацок и веншавальных паштовок минулого 100-го года. Усе экспонаты належат приватному коллекционеру с Бабруйска Галине Жук. Цацки первой половы 20-х и 100-го года ватная посыпанная дробным шклом и кордонная покрытая фольгой. Те, что створилися позднее легко угадываются по формах. Многие присвечены значным датам и паде. Самая каштовная с коллекцией по касках Чуковского и Джани Радары. Их полные сборы сегодня оцениваются в 20 тысяч долларов. Самая ранняя елочная цацка вось гэты Дырыжабль створена в 1934 годе. У коллекции так само фигурки дядов морозов и снегурок и святочные паштовки. Зима не спешается. Температура поветра в Беларуси до конца тыня будет высшей за климатичную норму. Опадки будут выпадать в выгляде дожжу и мокрого снега, а температурный фон по ранейшему будет поведать листопадовским значением. В пятницу 13-го снежня в особенных районах чекаются туман и гололед. Температура поветра на протягу суток складе от минус 1 до плюс 4 градусов. На выходных на большей части территории краины пройдут короткочасовые опадки, которые в ночи будут сопроводжаться порывистым ветром. В ночи будет от 3 градусов мороза до 4 тепла. В день от 0 до плюс 5. Это и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Студента игромана, напавшего в Гомире на хозяйку арендуемой им квартиры, отправили на 13 лет в колонию усиленного режима. Напомним, 20 марта студент-второкурсник договорился о встрече на автостоянке с хозяйкой, у которой он вместе с сокурсниками снимал жилье. Парень пообещал привезти деньги за проживание. Во время беседы, которая проходила в салоне автомобиля, студент неожиданно нанес 23-летней девушке удар ножом в шею. Девушка выбежала из машины в сторону оживленного перекрестка, но парень ее догнал и еще несколько раз ударил ножом. Прохожие вызвали скорую и милицию, а молодой человек, вернувшись к машине, похитил сумку потерпевшей, после чего скрылся, однако его быстро задержали. Парень признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, из корыстных побуждений и в краже. По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к 13 годам и одному месяцу в колонии усиленного режима. Также в пользу потерпевшей с него взыскано 60 тысяч рублей компенсации морального вреда и 630 рублей материального. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Камера видеонаблюдения помогла раскрыть кражу холодильника в Мозыре. 29 ноября в Мозырьский РОВД с заявлением обратилась местная жительница, сообщив о том, что накануне днем с лестничной площадки дома по улице Пролетарской пропал холодильник. Семья купила новый, а старый было решено отвезти на дачу. Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, расположенного в 300 метрах от многоэтажки, выяснили, куда исчезла крупногабаритная техника. Организовал кражу 45-летний неработающий мазырянин без определенного места жительства. Посещая квартиру своей знакомой, он и приметил холодильник. 45-летний мазырянин увидел на личной площадке холодильник, спустился вниз на улицу и подошел к двум неизвестным и ранее людям. Он предложил двум мужчинам оказать ему помощь, а взамен пообещал купить спиртное. И таким образом они уже троем потащили этот холодильник до автомашины, на которую погрузили бытовую технику. В настоящее время оперативники проверяют показания мазырянина. Уже известно, что холодильник был продан знакомому за бутылку вина. Следователями будет дана правовая оценка каждого участника кражи. Нетрезвый пешеход, переходивший в Гомеле улицу на запрещающий сигнал, был сбит автомобилем. 11 декабря в начале первого ночи 25-летний житель Гомеля, управляя автомобилем Opel Vectra, двигался по улице Барыкина областного центра. В районе кольца бывшего завода торгового оборудования при проезде пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора на дороге неожиданно появился человек. После совершения ДТП неработающую 45-летнюю гомельчанку со множественными переломами в состоянии алкогольного опьянения доставили в областную больницу, где она сейчас проходит лечение. Водитель, по предварительным данным, был трезв. В Петриковском районе под грузовой поезд попал 26-летний парень. Трагедия произошла ночью на станции Копцевичи. Водитель тепловоза применил экстренное торможение, однако вовремя остановить состав не удалось. От полученных травм уроженец гомельчаны скончался на месте. Задержки движения поездов не было. На место происшествия в составе следственной оперативной группы выезжали сотрудники милиции, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. По факту происшествия проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Финал Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле. Трофей разыграют 5 января 2020 года. Место и время проведения матча Белорусской ассоциации мини-футбола сообщит позже. Напомню, что в 2017 году наш областной центр уже принимал финал Кубка Беларуси. Тогда на арене спорткомплекса «Локомотив» столичный дорожник обыграл канувший к настоящему моменту в лету Лид Сельмаш. В нынешнем сезоне на стадии четвертьфинала борьбу за трофеи продолжают два гомельских коллектива. Это БЧ и ВРЗ. В Гомеле сегодня завершилась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по прыжкам на акробатической дорожке. За награды боролись 6 команд. Две представляли Минск, по одной Могилев, Витебск и Барановичи. Честь нашего региона защищали хозяева воспитанники Гомельской из Дюшер номер 4. В рядах гомельчан был и призер первенства мира, которое на днях завершилось в Токио. Виктор Антипенко выиграл бронзовую награду в состязаниях юниоров. Причем до серебра гомельчанину не хватило совсем чуть-чуть. С трех десятых одного шага. Если бы не вышел за приземление одним шагом, был бы вторым. Спартакиада Дю США это последние соревнования сезона. Она даст возможность тренерам и спортсменам оценить работу за год. Для гомельских гимнастов сезон сложился удачно. Кроме медали Антипенко стоит отметить пятое место все на том же первенстве мира Владислава Лесницкого. Также наши спортсмены Гомельской области они хорошо выступали в течение года на всех республиканских соревнованиях как среди юниоров, так и среди взрослых. Также хочется отметить на прошедшем чемпионате мира представитель Гомельской области Новоселов Дмитрий выступил достойно, заняв 17 место среди 41 участников. В командных соревнованиях гомельские юноши заняли первое место девушки, второе. В личных состязаниях у юношей гимнельчане заняли весь пьедестал. Золото у Владислава Лесницкого, серебро у Виктора Антипенко, на третьем месте Андрей Сергеенко. Сегодня в Гомеле состоялся областной этап соревнований по хоккею среди детей и молодежи «Золотая шайба». Единственный пропуск в республиканский финал в старшей группе дивизиона А спаривали три дружины – команды Центрального и Железнодорожного районов Гомеля, а также Жлобинского района. Жлобинчане попали на областной этап напрямую, а вот гомельчанам пришлось пройти через горнило городских соревнований. Самый сильный соперник, как мне казалось, это был ЖД район. И я считаю, что даже советские районы Белесу, ну, нельзя недосчитывать, что они очень слабые. Они сильные соперники были, но ЖД сделала намного больше сопротивления, чем остальные районы. Золотая шайба – турнир востребованный, в том числе и в районах, где нет спортсооружений с искусственным льдом. Последние годы для ребят закупали форму и амуницию в планах техника, которая сделает занятия хоккеем на открытых площадках более комфортными. Сейчас у нас в планах сделать так, чтобы в каждом районе все-таки коробки хоккейные, они были в тот период, когда их можно будет заливать, уже и погода будет позволять, чтобы они все-таки обслуживались хорошо. И мы следим очень внимательно за тем, как работает по этому поводу наша промышленность. Минским тракторным заводом уже разработаны прицепные устройства к белорусской технике для заливки льда и для ее очистки. Поэтому я думаю, что как только завод будет готов ее уже поставить на серийное производство, в скором времени в наших районах появится и оборудование навесное на белорусскую технику для содержания и обслуживания льда. Финальный этап республиканских соревнований «Золотая шайба» пройдет в 2020 году в Минске. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова